Итак, дамы и господа, кто еще не в курсе, президент Союза ММА России Радмир Габдулин сообщил о том, что на законодательном уровне намерен бороться с фрик-боями и индустрией поп-ММА в целом. Он сказал, что сожалеет о том, что на законодательном уровне в полной мере не может повлиять на данные явления, но намерен бороться. В первую очередь он намерен лишить индустрию поп-ММА главного источника финансирования, букмекерские конторы, и подаст заявление в прокуратуру за то, что данные площадки рекламируют букмекерские конторы. Кроме того, судьям Союза ММА России будет запрещено обслуживать данные мероприятия, в том числе и кулачные бои. Анатолий Сульянов, президент Лиги Хардкор, дал свои комментарии по поводу данного происшествия. Вчера я ознакомился с заявлением господина Габдулина о ограничении работы YouTube Promotion в России, и хочу сказать несколько вещей по этому поводу. Главное, мы выступаем за спорт и за его развитие, а не за разделение и монополизацию. Кто будет определять, что такое поп-ММА? YouTube Promotion, где выступают бойцы UFC и Белата, это проф-ММА или поп-ММА? Кто это решает? Бой Монсона и Емельяненко 8 лет назад это проф-ММА, а сейчас вдруг стало поп-ММА? Правильно ли я понимаю, что Габдулин выработает критерии, по которым будет определять, что есть что? Что он будет решать, кто бойцы, а кто фрики? Какие бои позорят, а какие продвигают спор? Логотип союза ММА на боях рэпера Чипенкоса, пранкера Эфирова, это видимо проф-ММА. А противостояния бойца UFC Хадиса Ибрагимова или чемпиона М1 Глоба у Максима Димнича не соответствуют стандартам? Очевидно, что союз ММА не в состоянии предложить ни зрителю, ни рекламодателю конкурентный продукт, учитывающий интересы аудитории. Высокие рейтинги боев YouTube промоушенов достигаются тем, что они соответствуют современным медиа-реалиям, а союз ММА вместо развития индустрии хочет только запрещать. То, сколько внимания Габдулин в своем заявлении уделил спонсорству букмекеров YouTube промоушенов, для профсообщества говорит только об одном – в страхе лишиться рекламных денег. Вместо того, чтобы развивать спорт, делать его более зрелищным, повышать рекламную емкость рынка, он предлагает монополизировать рынок бюджетов и все. Не удивлен тому, что в заявлении нет ни слова про благотворительность YouTube промоушенов, нет ни слова про то, насколько огромный вклад индустрия внесла в развитие спорта в России, и сколько простых парней получили возможность реализовать себя, изменить свою жизнь. Какую альтернативу предлагает союз ММА им всем? Мы выступаем за конструктивный диалог между всеми участниками индустрии ММА, и мы со своей стороны готовы делиться медийными возможностями и опытом продвижения, готовы перенимать лучший опыт других организаций, Развиваться спорт будет только так, благодаря конкуренции и партнерству, а не благодаря запретам и ограничениям. В конце концов, что интересно, а что нет, определяет аудитория, а не союзы или чиновники. Напишите свое мнение по данному поводу в комментариях. Лично мое мнение, что это элементарная зависть, что за столь короткий промежуток существования ПопММА набрало такие обороты, которые ММА, союзу этому ММА, ну честно говоря, и не снились. Что плохого в том, что даже бьются фрики? Лично мне это неинтересно, я это просто не смотрю. Но те же ребята, которые фанаты этих рэперов посмотрят и пойдут в спортзал, в этом ничего плохого нет. Как-то так, дамы и господа. Подписывайтесь на канал и до встречи. Продолжение следует...